Продолжение следует... Эфиопия. Ну а сейчас мы переходим к следующей части нашей программы. Благодарю всех участников и желаю вам успешной работы на этом форуме. Большое спасибо. Прежде всего, хочу попросить всех спикеров, которые участвуют в церемонии открытия, присоединиться ко мне, выйти на сцену и занять здесь места. Большое спасибо. Я также хочу поблагодарить принимающую сторону и предыдущего ведущего, который очень умело справился со своими обязанностями и полностью выдержал выделенный регламент на первую часть церемонии открытия. Ну что ж, мы с вами приступаем к первому заседанию. У нас есть сразу несколько выступлений от заинтересованных сторон и разных экспертов, которых я сейчас еще раз приглашаю на сцену. Давайте постараемся и впредь соблюдать регламент. Для того, чтобы не задерживаться, я предлагаю незамедлительно приступить к работе. Ну что ж, ваше превосходительство, уважаемые делегаты, дамы и господа. Я еще раз приветствую вас на первое заседание IGF 2022, 17-й раз мы проводим этот форум. Я хочу пригласить первого аспектора госпожу Дарьин Богдан-Мартен, избранный генеральный секретарь Международного союза электросвязи. Прошу вас. Прошу вас. Ну что ж, думаю, сейчас меня слышно. Надеюсь, по крайней мере, на это ваше превосходительство, дамы и господа. Для меня это очень волнительный момент. Я снова приехала в Африку, на континент, где зародился IGF. И где потенциал цифровых преобразований вести нас на пути к росту и процветанию особенно велик. Несмотря на огромные сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, я вспоминаю обращение Кофи Аннона, бывшего генерального секретаря ООН, с которыми он выступал на первом саммите по информационному обществу. Он говорил о том, что если каждый из нас должен сыграть роль в цифровых преобразованиях, эта роль заключается в том, чтобы сделать мир немного другим. Новые технологии, которые появляются в информационном обществе, играют важнейшую роль. И они касаются каждого из нас. Поэтому от каждого из нас зависит то, как будет выглядеть информационное общество. Ну а что говорить об IGF? Это важнейшая платформа, потому что в этом году мы обсуждаем очень важные темы, которые приобрели эту важность именно в текущем контексте. Каждое правительство пытается выбрать путь. И сейчас в ООН готовится обсуждение глобального соглашения в данной области для того, чтобы лучше понимать, что такое цифровые технологии и как они будут способствовать улучшению качества жизни людей. Глобальный цифровой договор будет обеспечивать инклюзивное и надежное будущее для каждого. Такой подход довольно смелый. Однако при этом важно помнить, что примерно треть всех людей никогда не имели возможности подключаться к интернету. Важно помнить о тех рисках, которые есть у нас, с которыми связаны новые технологии. И для этого требуются наши общие усилия. Да, действительно, это очень смелое видение. Но нам обязательно нужно его добиться. А главное, нам нужно его приветствовать, нам, глобальному сообществу. Потому что если мы этого не сделаем, то мы выкинем самую прекрасную возможность, которая когда-либо была у человечества, для создания более благоприятного общества и инклюзивного мира. В цифровом формате мы можем предоставить возможности, которые меняют жизни, возможности в сфере образования, в руки всех. Мы можем помочь тем, у кого менее благоприятные финансовые условия. Мы можем улучшить здравоохранение. Мы можем развить человеческую сферу знаний. Мы можем улучшить сельскохозяйственную сферу. И так далее. Все понятно. Понятно, что мы никогда не добьемся ЦУР, не выполним 17 целей устойчивого развития без ИКТ и их возможностей. И поэтому хочу задать вам вопрос. Каким образом будущие поколения будут нас судить? Как они на нас посмотрят, если мы не воспользуемся этими инструментами? Инструментами, которые буквально так доступны, которые позволяют выстраивать будущее? В прошлом году на этой конференции я обращалась к нам воспринять тему предыдущей конференции объединенного интернета. И на недавно прошедшей премиотенциальной конференции МСЭ к нам обращались за тем же. Именно на это и направлен цифровой глобальный договор. ООН именно то место, в котором мы можем объединить свои усилия и выработать это общее видение для нашего общего цифрового будущего. А МСЭ, агентство ООН по цифровым технологиям, в котором состоят страны, такое большое количество стран, а также частный сектор и отрасль, именно они могут привести все эти голоса вместе. Наша культура, которая посвящена сотрудничеству и взаимодействию, и взаимоотношениям, она нам позволяет пользоваться универсальным, значимым, эдкоустойчивой связностью для всех. И, конечно, глобальный цифровой договор очень в этом позволяет. Дамы и господа, все, кто участвовали в ООО, в тунисской фазе. Я здесь уже некоторых из вас вижу, вот Вентсерфа, да. И именно тогда этот дух оптимизма проявился. Международная добрая воля, именно все это характеризовало тот саммит. И вот прошло 20 лет. Опять переломный момент. Сети и сервисы, которые мы вместе создавали благодаря цифровому сотрудничеству, теперь они трансформируют наш мир. Мы обязаны для будущих поколений двигать и формировать эту эволюцию. Для того, чтобы люди имели возможности, благодаря этим технологиям, они их боятся. В завершение вернусь к словам Кофи Анана. Технология формирует будущее. Но именно люди формируют технологию и решают, что она может делать и для чего ее нужно использовать. Мы, международное сообщество, у нас есть возможность. Но также мы обязаны создавать цифровое будущее, в котором доступ к быстрому, инклюзивному, доступно финансовому интернету, где она существует. Я надеюсь, мы все вместе выйдем на этот путь. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо, избранный генеральный секретарь МСЭ. Проверяю микрофон. Итак, теперь хочу пригласить господина Толфика Джиласи, заместителя генерального директора НЭС по вопросам коммуникации и информации. Уважаемые министры, ваше превосходительство, уважаемые гости, дамы и господа. Прежде всего, отвечу Дарин Макдан Мартин. Да, действительно, я был на саммите по информационному сообществу 2005 года. Мы все знаем, что именно Тунис принял у себя этот всемирный саммит, который стал местом зарождения IGF. Я из Северной Африки, и я очень рад оказаться здесь, в этой части Африки, в Эфиопии, как представитель генерального секретаря ЮНЕСКО на этом важном мероприятии. ЮНЕСКО очень активно участвует в деятельности IGF с самого зарождения организации. Ты принял у себя в 2018 году IGF в своей парижской штабской квартире. Мы продолжаем работать с заинтересованными старами IGF. В частности, мы в этом ключе используем наши универсальные индикаторы интернета. Также есть у нас некоторые концепции РИМ-Экс. Значит, Р – это права человека, О – открытые, М – мультистейкордерный подход, А – доступность. Все соответствует с английскими словами. Мы понимаем, что интернет и цифровые технологии – это костяк цифровой трансформации, о чем говорили его превосходительства премьер-министры. Но цифровая трансформация невозможна без прав человека и других ключевых гуманистических идей, о чем говорила госпожа Дорин в вступительном слове. Есть три ключевых вопроса на этом пути к цифровой трансформации. Что трансформировать? Почему? Зачем? И каким образом? Ну, думаю, что ответ на вопрос «Зачем?» всем понятен, но сложнее определить, где пределы цифровой трансформации. Также нужно понять, как к этому подойти и что разворачивать. Так вот, наш подход ROM-X также касается и гердерного равноправия, также касается климатических изменений. Индикаторы, у нас их 303, мы их подготовили, и они связаны с проведением национальных оценок цифровой готовности. С удовольствием сообщаю, что уже 44 страны воспользовались этой концепцией ROM, и 17 из них – африканские страны. Буквально на прошлой неделе Эфиопия выпустила свой отчет по национальному цифровому анализу через концепцию ЮНЕСКО. Мы живем в эру, когда цифровые платформы становятся все более и более превалирующими. Мы знаем, что во множестве стран молодежь проводит как минимум, а скорее более, двух часов в день на цифровых платформах. Мы знаем, что в некоторых странах основной источник новостей для 80% населения из цифровых источников или в соцсетях. Премьер-министр говорил о некоторых угрозах, таких как дезинформация, хейт, конспирология, буллинг в сети. Мы не хотим, чтобы отказоустойчивый открытый интернет имел все эти элементы. Мы не хотим, чтобы здесь существовала опасность для общественности. Я очень рад сообщить о том, что ЮНЕСКО в следующем феврале организовывает глобальную конференцию по регулируемым цифровым платформам для того, чтобы информация оставалась общественным ресурсом, при этом обеспечивая свободу самовыражения в сети. Я здесь не подразумеваю цензуру цифровых платформ. Именно поэтому я использую слово регулирование цифровых платформ, чтобы подчеркнуть, что информация должна являться общественным ресурсом, а не общественной опасностью. То есть здесь мы хотим защищать свободу своего выражения. Мы готовимся к этой конференции. Это будет мультистэкордонный подход, инклюзивный. Участвовать будут все 193 государства-члены ЮНЕСКО, гражданское общество, члены научного сообщества, исследовательские институты, а также технологические компании и операторы цифровых платформ, без которых наша декларация останется просто словами на бумаге. Именно технологические платформы и компании должны выполнять регуляторные принципы, которые выйдут из этой конференции. Мы, конечно, не хотим заменить национальные регуляторные организации. Мы хотим выработать глобальную модель для регулирования цифровых платформ, которая была бы принята всеми заинтересованными сторонами. В заключение скажу, что ЮНЕСКО будет продолжать тесно сотрудничать с другими членами семейства ООН, с различными заинтересованными сторонами, гражданским обществом, научно-академическим сферой, частным сектором, исследовательскими организациями. Мы рады возможности продолжить эти дискуссии относительно ВВУ и ООН, плюс 20, и будущее IGF также готовы обсуждать, а также глобальный цифровой договор. В заключение процентирую генерального секретаря Гутьерреша. Есть два ключевых, две ключевые сложности 21 века. Это климатические изменения и цифровая трансформация. Безусловно, мы надеемся, что сможем сделать вклад в выработку соответствующих решений для обоих этих сложностей. Спасибо большое. Уважаемый заместитель генерального директора. Следующий докладчик. Мисс Лили Эдинам Уотсеа. Ваше превосходительство, уважаемые гости, коллеги, дамы и господа. Меня зовут Лили Эдинам. Я координирую форум по управлению интернетом ГАНы. Сегодня я представляю молодежь со всего мира. И, безусловно, эта группа больше всех использует интернет. Можете поднять руки все, кто причисляет себя к молодежи. Также я бы хотела поблагодарить усилия IGF, которые возглавляются Анна Генга, которые направлены на работу по теме молодежи в IGF. Есть юродик, есть работа в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в других, в Латинско-Американском регионе. Также есть и африканские IGF. Везде обсуждается этот вопрос. Здесь обсуждается цифровая трансформация. Есть работа над обеспечением возможностей для цифровой информации, для обеспечения более благоприятного будущего данных. Наша молодежь постоянно меняет формат участия. Многие молодые люди в сельскохозяйственных районах и в удаленных сообществах, у них нет доступа к интернету, маргинализация повышается. Кроме того, есть множество проблем, которые препятствуют полной цифровой трансформации, а именно возможностям среди молодежи воспользоваться этой трансформацией. В частности, это затраты на связь, отключение интернета и цифровая неграпотность. Нам нужно заново передумать, каким образом молодежь и новички или неопытные пользователи могут воспользоваться сессиями по наращиванию потенциала. И как сделать так, чтобы мы участвовали в создании пространства для нас. Кроме того, если посмотреть на возможность децентрализации финансирования от частного сектора и других организаций, именно это может привлечь больше молодежи к участию в вопросах управления интернета. Есть у нас отчет, который мы подготовили, который предоставили. И он ляжет в основу дискуссий в следующей неделе и месяце. Будущее, оно безопасное и, безусловно, открытый интернет. Им этот вопрос должен обсуждаться молодежью. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Следующий докладчик, его можно не представлять. Я бы хотела позвать к микрофону господина Винта Серфа. Он председатель комиссии руководства по IGF. И вообще он является одним из основателей интернета. Спасибо большое. Ну, когда аплодисменты начинаются, даже перед тем, как ты успел открыть рот, наверное, лучше просто сесть. Спасибо большое. Было очень приятно услышать сказанное о Лиле. Как бы я хотел опять быть молодым. Уважаемые гости, уважаемые удаленные участники, я бы хотел присоединиться к остальным и выразить благодарность правительству Эфлопи за гостеприимство. Я также благодарю секретариат IGF и мультистейкхолдерную консультативную группу, а именно его председателя Поля Митчелла за 17-й IGF. Наша комиссия признает и услышала призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерреса относительно продуктивного взаимодействия с МАК, а также с участниками ежегодной в IGF и с национальными и региональными IGF. Мы планируем расширять и распространять результаты работы IGF. Сложность в том, как демонстрировать преимущество интернета, осознавая, что интернет может быть и продуктивной силой, и той силой, в которой есть много опасностей. Весь мир сегодня следит за форумом по управлению интернетом, за руководством, за тем, чтобы участники этого форума осветили темные углы и осветили путь к успешному использованию интернетом для всего человечества. Мы все прекрасно понимаем, что вопросы очень важные, такие как подотчетность и полномочия, являются основными в экосистеме интернета. И наша работа подчеркнуть, что очень важны такие параметры, как безопасность, конфиденциальность, полезность, доступность, в обоих смыслах этого слова, устойчивость, оперативная устойчивость, адаптивность и многие другие термины. Я уверен, что вы сможете продолжить этот список. И мы много раз их услышим сегодня и на протяжении данного форума. На первом форуме по информационному обществу мы все говорили о проблемах интернета, о тех возможностях, которые стоят перед нами довольно-таки подробно. А сейчас пришло время предпринять конкретные усилия по созданию той системы, которую мы хотим иметь в конечном итоге. И поэтому нам необходимо сотрудничать в рамках глобального цифрового договора, как того, о котором говорил посол по технологиям генерального секретаря ООН. И я надеюсь, что мир в 2045 году оглянется на ту работу, которую мы проводили на протяжении тех многих лет, и на ту работу, на которую мы будем проводить на этой неделе, и действительно обратиться к этой неделе и скажет, что да, действительно были заложены основы для успешного достижения поставленных задач. Я желаю вам успеха. Спасибо. Благодарю вас, Винсерф. Наш следующий выступающий, господин Амандип Синггил, который является послом генерального секретаря ООН по технологиям. А вот Винсерф сейчас так все хорошо сказал, что нужно уже закатать просто рукава и приступить к работе. Так что я еще могу к этому добавить? Но тем не менее, дамы и господа, для меня большая честь выступать перед вами в этом великолепном городе, в Адис-Абебе, и всегда приятно осознавать, что вот форум снова приехал в Африку. Тунис – это страна, где все началось, и вот Дарин сейчас напомнила нам об этом. И действительно прекрасно, что форум сегодня снова вернулся на Африканский континент. Это великолепно для роста нашего сообщества. Многие региональные форумы были проведены, многие форумы в рамках отдельных стран. И это действительно стало сегодня сообществом, которое выросло снизу вверх. Также очень важно смотреть на мультистейкхолдерный характер всего того, что происходит, всех сессий, различных обсуждений, рассуждений, мультистейкхолдерной группы консультативной и вновь созданного руководства IIGF, группы, членом которой является ВинСерф и сопредседателем в частности. И, конечно, многое было достигнуто за последние 17 лет, а еще многое нам предстоит сделать. Когда генеральный секретарь говорил о цифровом сотрудничестве в 2018 году, одним из ключевых аспектов было усиление управления цифровыми технологиями не только интернета, а в целом всех цифровых технологий цифрового мира. И за эти годы важность цифрового преобразования, безусловно, уже признается всеми повсеместно. И сегодня каждое ведомство ООН идет по пути цифровой трансформации, решает проблемы с этим связанные. И это замечательно. Но я считаю, что нам нужно работать еще усерднее, улучшать наши подходы к управлению этими технологиями. Форум должен сам повысить уровень своей деятельности. И это как раз та причина, по которой генеральный секретарь и его группа по цифровым технологиям как раз сконцентрировалась на этом подходе. Форум плюс управление. И эта группа провела первое заседание, вот буквально вчера. И у нас стоит задачи перед нами. И мы понимаем, что многого нужно достичь. И перед нами стоит много работы. Проблем много. Докладчики, которые выступали до меня, описали ряд из них, что происходит в Африке. И есть три конкретных приоритетных направления. Первое. Это подсоединить к интернету тех, кто еще не подсоединен. Это сложная работа. Нужно физически инфраструктуру развивать для цифрового подключения. Это непросто, потому что издержки довольно-таки высоки. Необходимо повышать цифровую грамотность, создавать контент на местных языках, местные базы данных развивать. И этого всего все равно будет недостаточно. Необходимо сконцентрироваться на еще очень важном приоритетном направлении, который является основой. Это инклюзивность. Участие в цифровой экономике должно быть инклюзивным. Сегодня цифровые инфраструктуры являются частью нашего вокабуляра. Но все еще мало стран, которые поняли важность цифровой инфраструктуры. Нам необходимо распространять этот посыл для многих других стран. Нам необходимо снижать барьеры участия в цифровой экономике. Необходимо помогать стартапам, которые могут решать, например, проблемы электронных платежей. Есть очень много применений в экономике, которые можно улучшить, используя цифровой технологией. Третье приоритетное направление для Африки заключается в том, что для большинства стран это вопрос экосистемы больших данных. Я не хотел бы добавлять к этому искусственный интеллект, потому что это такое слишком модное слово стало в последнее время. Но я думаю, что оно не произойдет, если мы не будем пользоваться фондами данных. И что это значит для системы работы с данными? Необходимо развивать человеческие ресурсы вокруг данных, решать вопросы по различным отраслям, сельское хозяйство, безопасность продовольствия, здравоохранение. И нам необходимо развивать человеческий потенциал и создавать вот эти базы данных на будущее. Это не проблема только больших, богатых стран. Это большая техническая проблема для всех. И нам необходимо обеспечить, чтобы Африка не отстала по вопросу данных и искусственного интеллекта, чтобы в этой гонке Африка не осталась позади. Нам необходимо одновременно фактически участвовать в этих трех забегах. И я уверен, что вы выполните поставленные перед вами задачи. Это сообщество действительно поддержит решения через обмен знаниями, навыками. И мы будем работать по этим трем приоритетным направлениям. И я хотел бы несколько минут посвятить вопросам глобального цифрового договора. Генеральный секретарь в своем обращении к конференции подчеркнул необходимость открытого, свободного, безопасного и инклюзивного цифрового будущего для всех. Есть ряд причин, которые существуют, которые приводят к злоупотреблениям, неправомерному использованию. Вот мой коллега из ЮНЕСКО упоминал все эти проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Но также существуют и проблемы упущенных возможностей. В ЦУР 2030 года несколько мы отклонились от программы выполнения ЦУР в связи с пандемией коронавируса и последствий, которые связаны с этим. Есть и разные геополитические проблемы, экономического характера. Но мы пытаемся догнать вопрос, каким образом использовать вот эти дополнительные возможности. Глобальный цифровой договор – это как раз та возможность, которая позволяет нам ухватить эту возможность и решать вопросы неправильного употребления, злоупотребления, риски, которые связаны с этими технологиями, по разным направлениям, интернет-вещей, квантовые расчеты, нейроимпланты и многие-многие другие технологии, которые имеют свои корни в цифровом мире и выходят за рамки нашей нынешней позиции. И процесс этот привел к глобальному цифровому договору в 2024 году. Опять же, это будет мультистейкодерный процесс. Страны-участники, конечно, возглавят это. И присоединятся к нему и представители научных кругов, частный сектор, технические компании, представители гражданского общества – все будут играть свою роль, принимать участие в обсуждениях. Когда этот договор будет принят, он будет выполняться, он будет внедряться. И не только правительство, но, как я и сказал, и частный сектор, и гражданское общество, и образовательные учреждения, научные круги, технологии, физические компании – все примут участие. И там у нас, в этом форуме, у нас пять тем повестки дня. И вот они как раз отражают те темы, которым и посвящен этот глобальный цифровой договор. Скорее всего, будет посвящен. Поэтому целью ваших обсуждений или результатов будет именно тот вклад, который ляжет в основу саммита будущего 2024 года. Желаю вам успеха в вашей работе, в ваших обсуждениях и благодарю за внимание. Благодарю вас, господин посол по вопросам технологий, господин Гилл. Наш выступающий следующий – это президент и генеральный директор интернет-корпорации по присвоению имен и номеров господин Йоран Марби. Здравствуйте. Знаете, всегда сложно быть последним почетным выступающим. Хотя не такой уж я и почетный, но не волнуйтесь. Единственное, что только пиджак сниму и засучу рукава сейчас. Я это всегда делаю. Вот знаете, я когда готовился выступать, мы как раз обсуждали в группе ОПФ о том, что говорили об интернете, и все вдруг начали говорить, что интернет – это так плохо. Эти все вот эти фальшивые новости, эти проблемы интернета и так далее и тому подобное. Но это не такой интернет, который известен мне. Я знаю интернет с другой стороны, поэтому я хотел бы нарисовать такую более положительную картинку. И прежде всего, да, я сейчас очень технические вещи буду говорить, но прежде всего добро пожаловать в этот зал. Один из самых интересных моментов – это вот мое место, ICANN – это площадка, которая поддерживала IDF с самого начала. Мы продолжаем участвовать, и мы считаем, что это очень важное место для всех, для гражданского общества, для правительства объединиться. Я очень рад, что мы собрались в Африке в этот раз. Это действительно помогает. И сила интернета в том, что это является единым глобальным ресурсом, который доступен глобально и местно. Он объединяет всех, потому что он не имеет границ, не принадлежит никому, он принадлежит всем. Интернет – это сеть сетей, которая опирается на общую группу технических протоколов и стандартов, которые позволяют этим сетям общаться друг с другом и позволяют нам взаимодействовать. И эти технические правила по факту обеспечивают работу и доступность. И критический аспект этой технологии – это обеспечение доступа для каждого с технической перспективой. Каждый раз, когда вы выходите в интернет, вне зависимости на каком устройстве, вы касаетесь интернета, мы обеспечим это для вас. И как мы определим интернет? Какое мы дадим определение? Интернетом мы пользуемся. Есть очень много слов, которые используют, которые можно назвать интернет. Вышел в сеть, техническое сообщество по-разному говорят. Есть DNS, есть протоколы. Но если вы это не используете, то получается, что вы не в интернете. И часто получается, что вы вышли из интернета и оказались в чем-то компьютере. И интернет – это система доверия. И доверие происходит из самого технического координирования, которое вытекает из мультистейхолдерной модели. Забавно, да, что она добровольно использует вот этих частей ДНК. То есть вы фактически можете использовать что-то другое. И интересно, что 5 миллиардов человек решили использовать вот этот технический ДНК. И как только вот все договорились использовать один и тот же технический протокол, и по мере того, как это поддерживается, и будет единый глобальный интернет, который не будет знать никаких географических границ. Нет единой вот этой какого-то правительства, какой-то группы, которая это контролирует. Мы видели попытки различных правительств, компаний по положительным или отрицательным каким-то причинам, неблаговидным. И понятно, да, что благими намерениями дорога в ад вымощена. Конечно, по-разному люди подходят к этому. Но именно мультистейхолдерная модель и независимость лежит в основе интернета. ICANN – это часть интернет-экосистемы, которая позволяет работать. И я имею честь представлять ее. Мы работаем активно уже на протяжении вот 40 лет мы развивали ее. Вы же не слышали, да, что интернет отключился хотя бы когда-то, да? Вот не было такого. Вы оператор, вот да, Wi-Fi там может отключиться. Можно сыну своему взять и отключить Wi-Fi за то, что он там сильно много играет. Но при этом интернет-то продолжает работать. И вот техническая проблема последний раз была 35 лет назад с интернетом. Понимаете? Вот мультистейхолдерная модель позволяет нам работать. И я рад, что мы можем обсуждать с теми, кто ответственен за выработку политики. Мы не закончили свою работу. Вы можете подумать, что да, вот вышел онлайн и все работает. Нет. Я понимаю, что да, вот вы говорите по-английски. 80% контента в интернете на английском. Менее 20% всех людей в мире говорят на английском. Наша следующая проблема в интернете – это сделать интернет доступным, вне зависимости от того, на каком языке вы говорите, из какой вы культуры, этнической группы. Сделать его доступным. И это очень важный момент. Мы призываем, особенно правительство, оказать нам содействие на этом пути. Вы закупаете решения телекоммуникационные. Это очень важно. И вот мы призываем коалицию цифровой Африки, где мы покажем новые методы использования, поддержки более 3000 языков и алфавитов, которые существуют только в Африке. Я также хотел бы поблагодарить Дарин. Она была директором Межурного союза электросвязи. Вот пару месяцев назад она была и избрана. И мы объявили о том, что мы запустили программу в Кении две недели назад официально. И мы сказали, что это очень важные инвестиции. И это позволяет направить трафик, который сейчас остается в Африке, повышает скорость интернета в Африке, повышает устойчивость интернета, безопасность системы. И каким образом это делать? Вот таким. Мы встречаемся, мы решаем проблемы и мы находим решение. Как я уже сказал, засучим рукава и будем работать. Благодарю вас, господин Марби. Сейчас хотел бы пригласить госпожу Джамила Ментурини, который является соисполнительным директором компании Digitalis. По-моему, я правильно вас представил. Простите, если нет. Простите. Надеюсь, меня слышно. Ваше превосходительство, уважаемые делегаты, уважаемые коллеги, дорогие участники IGF. Всех приветствую. Меня зовут Джамила Ментурини. Я из Бразилии. И сегодня я представляю Латинскую Америку и Ассоциацию прогрессивных коммуникаций нашего региона. Для многих из нас это первая возможность принять участие в IGF после пандемии. И, конечно, пандемия сказалась на всех нас. Однако наша задача осталась прежним. Нам нужно сформировать такую систему управления интернетом, которая обеспечит наше общее будущее и равный доступ для всех. 17-й форум IGF. Отличная возможность для нас принять во внимание последствия кризиса, всемирного кризиса, ослабления демократии, изменения климата и многие другие проблемы, с которыми мы имеем дело, в том числе и войны, вооруженные конфликты. В цифровой сфере эти кризисы привели к интенсификации, поляризации мира. И крупнейшие цифровые корпорации также играют важную роль. Цифровой колониализм. Это еще одна проблема. Конечно, таких проблем очень много. Это и авторитаризм в цифровой среде и так далее. Однако все это можно рассматривать через призму управления интернетом. Я считаю, что есть основные моменты, на которые необходимо обращать внимание. Первое – это дисбаланс в структурах и неравенства, которые могут отрицательно сказываться на обстановке в целом. Нужно обращать внимание на те факторы, которые приводят к ухудшению ситуации в плане дисбалансов и неравенства. Наша задача – делать так, чтобы у всех была возможность иметь доступ к интернету безопасно и работать удаленно. Как бороться с такими проявлениями неравенства? Можно ли это сделать? Да, у нас есть успешные примеры. Но для того, чтобы эти примеры работали везде, мы должны пересмотреть наши приоритеты и сделать так, чтобы оптимальным образом использовались все существующие международные процессы. Подобные дисбалансы сказываются на интернете во всем мире. И поэтому очень важную роль приобретают мультистейкхолдерные процессы. Сотрудничество в области цифровых технологий между разными заинтересованными сторонами сегодня обязательное условие. У нас есть положительные примеры, которые вырабатываются в частности в международных организациях. И важно помнить о том, что мы занимаемся установкой стандартов и норм, разрабатываем различные структуры. Все эти структуры должны подключаться к реализации механизмов подотчетности для того, чтобы и все заинтересованные стороны, в том числе и различные крупные технологические компании подключались к этому процессу. IGF играет важнейшую роль в области управления интернетом. Мы с нетерпением ждем возможности консолидировать IGF в качестве платформы для выявления существующих проблем и реализации демократических процессов в области управления интернетом. Возвращаясь к процессу взаимодействия между теми кризисами, с которыми мы сталкиваемся, и работой IGF, хочу отметить, что, безусловно, кризисы сказываются на жизни людей. Однако жизнь людей во многом сегодня зависит от интернета. Поэтому благодаря интернету мы можем расширять права и возможности людей и групп, в том числе маргинализованных. И у этих людей тоже должна быть возможность активно принимать участие в процессе принятия решений, от которых зависит их будущее. На будущее нам важно сделать так, чтобы интернет был доступен для всех, чтобы были и восполнились существующие пробелы, в том числе в Африке и в других странах глобального юга. Создание коммуникационных экосистем, ориентированных на людей и на местный контекст, поможет реализовывать и применять на практике новейшие инновации, самые последние инновации и принимать участие во всех этих процессах на всех уровнях. Важно, чтобы низовые организации принимали участие в этих дискуссиях. Также важно, чтобы в этих дискуссиях были охвачены все представители гендерных групп LGBT+. Конкретные меры необходимы для того, чтобы обеспечить их активное участие во всех этих дискуссиях. Это важно для обеспечения наших прав, в том числе и в цифровом пространстве, и предотвращения насилия, а также обеспечения всестороннего участия всех заинтересованных сторон в процессе принятия решений. Наконец, хочу отметить, что и гражданское общество также должно принимать участие в этих процессах и в этой работе. Свободный, доступный для всех интернет, бесплатный интернет – это залог нашего процветания в будущем. И поэтому важно сделать так, чтобы гражданское общество принимало участие в этой работе. Именно с их участием мы сможем обеспечить соблюдение прав человека, гендерных и экологических прав всех людей. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, госпожа Интарини. На этом мы завершаем открывающее заседание нашего форума. Мы с вами идем с опережением графика. Хочу отметить, что у нас есть ежедневный бюллетень, который сейчас находится в зале. Вы можете взять его. В глубине зала есть с ним стенд и ознакомиться с его содержанием. Я благодарю всех вас за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok